Да и вам, и мне будет интересно попробовать то, что готовит столовая по-домашнему. Здесь, на вокзальной 110. Но столовая по-домашнему готовит не только российскую, ну и нашу европейскую еду. Нет. Сегодня мы говорим о том, что сюда могут приходить те, кто использует халяльную пищу. Понимаете? То есть мусульмане также могут прийти сюда, потому что здесь все сделано для вас. Потому что здесь в большем количестве все темы мусульмане города Магнитогорска. Потому что здесь крытый рынок, замечательный зеленый рынок. Мне так очень сильно нравящийся, потому что там вот такие цены. Тема нашего дня – традиционность и уникальность. Я не буду говорить о всех, разберемся обо мне. К счастью, в Магнитогорске появились традиционные и отличные услуги. Это я про Макдональдс. Реально, традиционно вкусно. Но вот она уникальность. Где она располагается? Вокзальная 110, Ленина 12 и Ленина 90. Это реально уникальность во вкусе. И это столовая по-домашнему. Честно, изжога меня перестала мутить после ухода из одной конторы. А это было в 2006. Но изжога меня приштокала недавно. Это пицца. Простите, хватит. Я люблю качественное, ино и послевкусие. Чтобы вам стало ясно, а это именно труд организатора. Она приезжает без правил. Без. И реально пробует. То есть вы не сможете ее обмануть. Этого не надо. И вот поэтому уникальность. Меня не слушают, а плохо. Вот так надо вкушать и ставить оценки. Честно, ни одна ресторация, кафе и столовая тут даже рядом не стоит. Ну не верьте, а проверьте. Для качества нужно ставить лучшие условия. И они здесь соблюдаются. Что теперь и почему вокзальная 110? Вы знаете, Магнитогорск город интернациональный. Он реально молодой. И строила его вся страна. Кто-то уезжает. Но по приезду город увеличивается. Не сильно, но хочется самсу, лагман, плов, шурпу, манты. Хочется вкусить, как рядом с горами Кавказа или Тянь-Шаня. То есть теперь столовая по-домашнему делает. Да настолько вкусно, что понимаешь, рядом с Уральскими горами вы можете получить тоже. И по тому же вкусу. Не въезжайте, а я покажу. Но не везде мне это так нравилось. Здесь же для меня все безупречно. Все, все, все. И еще раз все. И вот в очередной раз мы говорим о вкуснейшей и офигенительнейшей столовой по-домашнему. Ну, в данном случае мы где находимся? Мы находимся на вокзальной 110. Почему мы сюда приезжаем? Потому что, ну, давайте все-таки определимся. Не вокзальная 110, а еще и Ленина 12. Ленина 18. То есть все ровно так же вкусно готовится. И по сути событий. Да и вообще. То есть вы попробуйте. Если честно, я здесь достаточно долго питаюсь уже 8 лет. Ни разу у меня не было изжоги. Вкусно? Да и не то слово. Почему мы сюда приехали? Потому что сегодня здесь мы вам предлагаем восточную кухню. Что такое восточная кухня? Ну, в восточной кухне вы, к сожалению, не сможете есть свинину. Потому что, ну, бывает. Но, тем не менее, кстати, евреи тоже свинину не едят. А мы кушаем. Но без разницы. То есть я бываю везде и всюду. Я вам говорю, что даже говоря про восточную кухню, она очень вкусно приготовленная. Настолько вкусно. И мы вам покажем, что, в принципе, вот те же самые блюда. Здесь не все по полной программе, естественно, есть. Но, в принципе, размеры вот ровно такие же и будут. То бишь, это у нас плов. Это у нас... А? Что это такое? Шурпа. Да-да-да-да. Очень вкусная, кстати. Это у нас... Да, я пытаюсь дома приготовить. Лагман. Иногда. Но у меня в голове тоже проблемки возникают после операции, естественно. Не всегда все туда вылетает. Это у нас... Что это такое? Самса. Да, самса. Я ее как-то кушал здесь раньше. То есть, когда я кафешку здесь держал, то есть, я брал. Я проверю, естественно. Ну и, разумеется, у нас манты. Манты есть с картошкой вместе с говядиной. И чисто одни с говядиной. А теперь мы все это дело попробуем. Вам расскажем, насколько все это дело вкусно. И начнем мы с чего? Мы начнем, естественно, с плова. А какой хороший плов. Я немножко, чуть-чуть оговорился. В данном случае мы говорим про плов с бараниной. Да, по сути событий, это то, что должно быть. Причем плов очень вкусно готовится. Да. Да, да, да. Что есть? Я вам скажу, я кое-что умею готовить. Но поверьте мне, я 100% гарантирую вам единственный и грамотный факт. Короче, специалистов, их еще сильно-сильно надо бы поискать. Я пытаюсь приготовить такое, но здесь вкуснее. Да, здесь вкуснее. Да, здесь вкуснее. Хотя я очень неплохо готовлю. А еще можно попросить. Боразина, конечно, свинька. Все, все, все красиво, ровно. Все делается из того, что покупается. И здесь нету ничего. Вот сетевиков. Мы все делаем. Только потому, что у нас такой замечательный город. Здесь все. Да. Шурпа. Да. Просто вкусно. Просто вкусно. Да, 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 да. Чуть-чуть позже, да и... Не буду говорить, время у нас горит немножко. Что такое шурпа? Да. Шурпа. Это говяжьи, в данном случае, ребрышки или просто очень вкусные. Ой. Да вообще от винта. Ну я и ел такое, поверьте мне, ел. В очередной раз еще раз скажу, благодарность директору этой фирмы берет себе крутых специалистов. Реально заказала. И вы знаете, чтобы настолько было все круто, это еще надо постараться. Во, да, да. Сейчас. Сейчас будет еще интереснее. В каждом блюде есть кусок. Как они его готовят. Я удочком покушал то, что Донор приготовил. Думал мне это... Вы знаете, я бы хотел так готовить. Да. В принципе, одного такого очень реально хватит, чтобы вы классически вкусно перекусили. Цена вопроса 120 рублей. Это 120 рублей. Но здесь вас очень сильно любят. И никогда вас не обманывают. Вот. Идеал, честно. Есть у меня такое слово, которое нельзя использовать в природе. То есть, это не просто вкусно, это очень, очень, очень вкусно. Сейчас немножко подъем. Чтобы мы уже не мешали. Так, и меня... Ну, да, да. Поверьте мне, врать я вам 100%. Ну, не буду я вам врать. Мне это не нужно делать. Вот. Лагман. Тоже... Представляете, сколько вот это все, что вы можете здесь покушать. То есть, ну, это просто вкусненько. Да. Ау. Ну, пункт номер один. Да. Готовить такое дома у меня не получится 100%. Я сейчас даже объясню. Вот это витиеватая. И очень вкусная. Лапша делается здесь же. Здесь делается все. Ну, какой аромат приправ. Да. Фасоль. Перец. Вы можете посчитать, сколько это реально стоит? А цена-то всего небольшая. Да. Естественно. Вот мясо. Реально. Перекуси все это. Вы скажете, да. Надо сделать это реально. Думаю. Как бы вам сказать-то? Про свадьбу помните, да? Где вы заказываете свадьбу? В ресторане. Вы это дома можете сделать? Нет. И вы думаете, здесь повара хуже, чем ресторанные? Ну, 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 ну. Я бы еще посмотрел, вы до тех поваров в ресторанах, которые бы сказали, что здесь готовят менее вкусно, чем они это делают. Поверьте мне, здесь такого не существует. В очередной раз еще раз благодарность директору фирмы. Она все это дело проверяет? Ну, да. Да. И у меня, естественно, рано или поздно все это дело появится, да. Через год с месяцем мне будет определенный возрастной промежуток, на котором я вам скажу, хорошо ли я прожил или нехорошо. Даже невзирая на то, что с деньгами не все красиво, но я работаю именно для магнитогорцев и гостей города. Поверьте мне, это немножко другая часть бытия. А наша сегодняшняя часть бытия, так вот, когда будет день рождения, я однозначно возьму очень хорошее местечко, где мы будем кушать, а поваров я возьму только отсюда. Да, придется поработать, но вы потом на моем дне рождении поймете. Маринованный лучок. К чему? Возвращаясь к вопросу. Да. Это манты. Чай от гудок. Самое забавное, что за мантами, ну, чтобы вы поняли, чем вас кормят в сетевиках и какие манты здесь, вы сюда придите. Вау. Потому что здесь манты, они не используют мясорубку, а все это дело делается своими руками. Да. Да. Первоначальная картошка. Вторая картошка с мясом, естественно. Чистое мясо. Ничего не разваливается. Все. Вау. Вау. Вопрос. А я честно вам расскажу. Вы это сможете домарить привитой? Или оно у вас потом развалится? Я категорически противник наших сетевиков. По сути событий. Картошка. Да. Это тоже очень вкусно. Они чуть-чуть больше, естественно. Но вкусно безумно, просто безумно. Опять врать я не буду. Это... Приедьте, попробуйте сами. Съем все сразу. Я иногда свинячу. Ну, бывает такое. На такое удовольствие. Это просто что-то с чем-то. Да. Ну, молодцы. Так вот понять-то надо. Да. Это было не просто вкусно. Это было очень вкусно. В связи с тем, что эфирчик у нас немножко маленький. Я все-то однозначно доем. Но вот теперь, вот теперь. Вот теперь. Была и у меня кафешка. Была. Вы думаете, я просто такой, что ли? Фраер ушастый. Нет, дорогие мои. Не кафе, не дискотеки и все остальное. Ну, мало того, еще и другие вещи. Я очень много чего научился. Понимаете, дело такое было. Не расскажу. Потому что учиться никогда не поздно. Я постоянно учусь, поверьте мне. Всегда учусь. И когда мне говорят, что ты не будешь учиться. Я говорю, нет, я всегда буду учиться. Ну, тогда я покупал самсу. Самсу. Вот я проверю, настолько ли это вкусно. Настолько, когда я покупал. Потому что, ну, тот человек уже уехал, к сожалению. А самса-то была просто от Вингетска. Вот. Да, 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 невзирая на то, что сколько я покушал. Сам аромат мне говорит. Да. Да. То есть, тесто, самсу, бывает иногда целиком запеченное. В данном случае воздушное тесто. Но качество, качество. Да, из той же оперы. Ммм. Да. Я не против Макдональдс. Я не против него. Мне говорят, что он будет закрыт. Но они же все равно по франшизе все это дело докупают. Но давайте все-таки определимся. К сожалению, столовая по-домашнему не работает. Потому что, ну, вы должны понимать, что люди работают, для вас делают. Ночью вы это не сможете купить. Ну, хотя, в принципе, если до какого-то небольшого количества времени то есть здесь это можно купить рядышком в магазин. Та же самая структура. Ну, такую вкусноту. Я еще раз говорю. То есть, это будут мусульмане. Да и вы. Нам не надо ничего говорить. Понимаете? Я дитё в стране советов. А в стране советов она была очень вкусная и красивая. Вы знаете, что это за вкуснятка? Да, в стране советов мы пытались есть все. Не всегда получалось. Мы сегодня, сейчас благодаря столовой по-домашнему вы можете вкусить реально. Это, ой, я еще раз говорю. Реально попробуйте. Попробуйте все. Приезжайте, посмотрите. Может, вы своим поварам дадите маленьких проблемков. Ну, это это просто. Это, это это очень вкусно. Реально. Не просто вкусно. Да, очень вкусно. Если честно, все, что я здесь приготовил, хотя я реально умею готовить, извините, есть люди, которые готовят гораздо вкуснее, чем я. И делают они от винта. и, конечно, после того, кого вы здесь покушали, да, вкуснее не я. Вы даже понимаете, я маленький сюжет расскажу, то есть я знаю о том, где кто готовит. Мало того, за исключением, пожалуй, Австралии, я во всем мире был, если честно, то да. То есть, в отличие от тех товарищей, которые вам что-то протирают, по ушам проезжают. Да, да, да. То есть надо будет и в Австралию смотаемся. И я вам честно скажу, что по качеству приготовления пищи столовая по-домашнему у меня делит первое и второе место. Это у меня. Попробуйте и проверьте сами.